Хорошее место, красивое. В принципе, довольно давно я живу в этом регионе, но как-то не довелось мне именно здесь останавливаться. Хотя, вот действительно, если посмотреть, места здесь красивые. Давайте я вам покажу, как это все выглядит. Вот. Несколько напоминает льва и африканские деревья, не правда ли? Ну, на мой взгляд, выглядит именно примерно так. Ну, если убрать, конечно, вот эту траву, которая явно крымская или где она тут еще растет. Продолжение следует... В общем и целом, ребят, мы приехали в это место для того, чтобы опробовать еще одну палатку, которую я купил вместо той, которая была, у которой вы видели по ссылочке, можно посмотреть вот здесь. Та палатка мне не понравилась тем, что она была однослойная, несмотря на то, что она действительно интересная, действительно прикольная, вместительная. Но она, к сожалению, была однослойной. Это значит, что конденсат, который будет по ночам собираться, ну, по утрам скорее, да, он будет собираться непосредственно где-то на стенках палатки, будет постепенно спадать, стекать, если быть точным, по стенкам этой палатки и упираться. Это влага будет, капельки будут то ли в одеяло, покрывало, то ли в те вещи, которые там у меня будут находиться. В общем, как-то так, ребят. Вот, и мне это все-таки не понравилось, то, что я заплатил достаточно большое количество денег за то, что не является таковым. То есть в описании было, что она однослойная, что швы прошиты, в смысле проклеены, кроме того, что прошиты, естественно. Но в моем случае это все было не так, хотя палатка, ну, в принципе, мне понравилась. Я долгое время думал, менять ее или не менять, в итоге я принял решение и поменял, отдал назад в Озон. Я ее покупал именно в Озоне. И до сих пор, кстати, я сделал замечание о том, что сама палатка не является двуслойной, а является однослойной. Это было давным-давно уже, ну, сколько там, не помню. И что вы думаете? До сих пор описание соответствует именно тому, когда я писал свой комментарий. То есть ничего они не изменили, так оно и написано у них двуслойное. Я не знаю, куда жаловаться, надо ли оно мне вообще, но рассчитано на чисто таких, на авось людей, которые, ах, с ними возиться. И так сойдет. Ну, в общем, ребят, сегодня будем пробовать эту палатку. Сейчас мы ее откроем, вытащим, посмотрим, что за палатка. Давайте ближе к делу, что ли. Поехали. Ну, в общем, выглядит она вот таким образом. Есть небольшая дырочка в чехле. Давайте я вам ее покажу, если будет видно. Вот она. Небольшая, то есть она просто не прошита. Я думаю, что спокойно можно туда палец засунуть. Я думаю, что чистой иголочкой можно сделать. Итак, предыдущая кровать у меня весила порядка... В смысле, не кровать, прошу прощения. Предыдущая палатка у меня весила где-то порядка 4,6 килограмма. Это же указывает 5,170, по-моему. Ну, будем надеяться, что так. Дальше. Я заказал именно цвет синий. Ярко-ярко-синий. И давайте же посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас вот такая интересная, прям зелененькая веревочка. Открываем и смотрим. И смотрим. Ну что, и вот он этот кисло-синий цвет. И смотрите здесь, что у нас здесь еще есть. Кроме того, что здесь у нас, у нас какие-то вот еще есть коробочка с какими-то, наверное, это веревочки. Ну и, как вы понимаете, да, это у нас должны быть здесь. Чик! В землю. Никак не могу слова найти. Ну, я думаю, вы сами понимаете. Дальше у нас есть вот такая книжечка. Цайтинг. Грубо говоря, на котором написано, что и как. Дело в том, что раньше у меня была она, кроме того, что она была однослойная, она была еще и трех-четырехместная. Но меня это не сильно устраивало. На самом деле, я хотел больше. Не знаю, почему меня так это тянуло на больше. Но смысл в том, что эта палатка 5-6 местная. А может быть и 5-8. Ну, смотря какие люди и как. Смысл в том, что она, если прошлая была... Ну, в общем, про прошлую давайте вы посмотрите вот здесь по ссылочке, а я расскажу про нынешнюю. Значит, у нее длина 3,80, 3,800, почти 4 метра. И ширина 2,60, извините, если что. И у нее уже внутри встроена внутренняя вот эта палаточка, которая... Она из сетки, в основном созданная из сетки, прикреплена на крючки. Ну, в общем, должно быть интересно. Самое для меня, что может быть сложное, это сборка. Потому что сборка шестиместной отличается от четырехместной именно тем, что надо дополнительный раз еще ее скрутить. Вот в чем проблемка. Ну, я так думаю, что мы справимся все-таки. Здесь вот все нарисовано, каким образом мы можем, значит, сделать сборку. Ну, я так думаю, что... В общем, это очень сложно, потому что здесь есть две разные странички. Видите, вот это первая, а здесь другая. В общем, все сложно. Поехали. На самом деле, ничего сложного здесь нет. Мы просто-напросто вот этот шнурок резиновый убираем сюда и открываем. О, че? Чуть меня не убило, блин, не прибило. И, в общем, как-то... А че она у нас не открылась? А! Это за счет этой сборки. То есть здесь жуткая большая сборка. Но, ребят, на самом деле, я так думаю, что автомобиль может сюда поместиться, вот в эту вот... Здоровенную палатку. Че-то я, по-моему... Че-то, ребят, я, по-моему, переборщил. Меня там хорошо видно, ребят? По-моему, я переборщил. Ребят, ну она огромная. Хватит статичности. Поехали. Ребят, ну в прошлый раз я говорил о том, что я, наверное, погорячился вот именно с той палаткой, потому что она, ну, слишком большая была. А здесь, ну, я считаю, что это вообще 12 человек может сюда влезть спокойно. Но вы только посмотрите, здесь, во-первых, один вход, вот мой автомобиль и вот палатка. Я давайте вот ради прикола вместе с вами перетащим ее сюда поближе. Ну, она реально гигантская, конечно. Она, конечно, гигантская. Вот палатка, вот машина. Ну, то есть вы поняли, да, как это все... Ну, не знаю. С одной стороны, конечно, это хорошо, париться не надо. С другой стороны, есть такая проблема, связанная с тем, что может просто элементарно не хватить площади для того, чтобы эту палатку разместить. Итак, давайте посмотрим, у нас здесь вход в этой палатке с одной стороны. То есть вот с этой стороны входа нет. То бишь, у нас получается всего лишь один вход вот с этой стороны. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Ну, в общем и целом, я поставил увеличительный такой фильтр, который увеличивает картинку. Немножко шире стало. Ну, что ж, давайте посмотрим. Здесь у нас есть, как вы видите, вот такие желтые. Они изнутри, а также и снаружи. Значит, здесь вот тоже для того, чтобы натягивать, потому что на самом деле проблемка в следующем есть. Здесь опять у нас везде. Так, и вот посмотрите. Проблема в том, что сама палатка именно собирается, вернее, скажем так, внутренняя палатка будет от внешней палатки не касаться ее, не будет именно в тот момент, когда палатка натянута. Да, ребят, меня очень пугает в тот момент, как я буду палатку собирать. Потому что такого гиганта я еще не собирал. Итак, друзья, здесь мы с вами делаем вот таким образом. К сожалению, к моему личному сожалению, здесь видите, как все устроено. Здесь вот дырень. И сюда могут влезать, вот в этот тамбур, могут влезать всякие насекомые. Это для меня, конечно, не очень приятно. Итак, я не совсем, правда, понимаю, для чего нужна именно вот эта вот штука. Вот видите, как она сделана. Не совсем понимаю, для чего это нужно. Кстати, эту сеточку точно так же можно закрутить. И вот здесь вот, вот этой вот пуговкой закрепить. Дальше мы оставляем в тамбуре свои вещи. Мы оставляем здесь рюкзачок там или еще что-нибудь. Давайте все-таки сделаем, соберем вот это, чтобы было более или менее комфортно. Ну, вот так вот, ребята. Она на самом деле безумно огромна. Вот я только что ее прибрал. Смотрите, она везде сделана именно на крючках. И это говорит о том, что, по идее, будет спадать. Будет спадать, как я думал, что будет скатываться вот отсюда непосредственно туда вниз. Но сейчас, я думаю, что вряд ли палатку нужно будет натянуть всякими этими веревочками, для того, чтобы не касалось покрытия вот этой палатки верхнего тента. Итак, открываем. О, ребят, это непередаваемые на самом деле ощущения. Вот как я здесь ползу, если так можно. То есть, вот я на коленях. Ну, то есть, собственно говоря, это выглядит многообещающе, наверное, да? Как-то так вот. То есть, палатку, если натянуть, конечно, она будет вот примерно вот так вот выглядеть. Да. Что у нас дальше? У нас здесь внутри есть окошко, наверное. Давайте посмотрим, что у нас тут. Ну, входа у нас здесь точно нет никакого, я не вижу. Что у нас здесь открывается, я не знаю. Почему мы не можем отсюда залезть вот в это окошко, я тоже не знаю, что у нас тут. Посмотрите, здесь у нас, ребят, сделаны молнии, для того, чтобы мы изнутри могли открыть или закрыть, наверное, окна, или там что-то передать, там, фиг его знает. Во всяком случае, открыть окна мы можем прямо через все вот эти вот, видите, какой шикарный вид у нас может быть. Давайте так сейчас и сделаем. Итак, ребят, вот посмотрите, у нас ветер, конечно, хорошо треплет нашу палатку, но, несмотря на это, она все-таки продолжает быть устойчивой. Такой небольшой танковый ангарчик. Ну что ж, я здесь открыл, получается, вот с этой стороны, видите, окно, да, и мы видим окошко внутренней палатки. Выглядит, значит, подождите, еще один момент. Сделано оно из вот таких вот палочек, что это такое, стеклопластиковых. И что хочется сказать, в палатке, которая меньше размером на 4 человека, эти палочки толще. Еще хочется сказать, заметить, вот некий дефект, который надо сразу, безусловно, исправить. То есть, надо пройти здесь обязательно, иначе он порвется. Теперь давайте зайдем вовнутрь. Значит, вот сюда мы будем, здесь будем, наверное, наставлять нашу обувь. Хочешь, не хочешь. И вот в таком положении, в таком состоянии. Я сижу в своей новой палатке. Можно сказать, что я не в палатке, а в каком-то гигантском ангаре просто сижу. Ну, на самом деле, конечно, если без воды, если все без воды говорить, то, ребят, обалденно. Обалденно. Еще один какой момент. Значит, здесь по ширине, вот оттуда, от той боковой стенки до этой боковой стенки, 2,20. Внутренняя палатка, длина ее 2 метра 10 сантиметров. То есть, она достаточно большая. Естественно, вот с этой стороны у нас нету тамбура, потому что у нас нет входа. Вот. Но кровать должна сюда войти, по-любому. Кровать вы мою видели. Если вы мою кровать не видели, пожалуйста, посмотрите вот в этом углу. Должна быть ссылочка. Ну и, не знаю, может быть, сейчас попробуем ее... Не, думаю, сейчас не будем ее ставить сюда. Ну, в общем, в целом, как... Да, мы хотели посмотреть, проклеены ли или нет швы. Давайте обратим внимание на это. Итак, сразу хочу заметить, вот есть такие сеточки, опять же, карманчики, окна с сеткой. То есть, проветриваемость должна быть на хорошем высоком уровне. Дальше. Давайте посмотрим на швы. Вот у нас идут швы. Вы знаете, по качеству эта палатка превосходит ту палатку, которую была... Вот, которая была у меня до этого. Там было гораздо качественно, менее качественно сделано. Вот здесь я даже не вижу таких ниток, которым можно придраться. Но здесь явно гораздо больше места, ребят. Намного больше места, и это доставляет реально удовольствие. Нет, ребят, сделано очень хорошо. Насчет проклейки, наверное. Вот эта ткань, она вообще такая прохладная. Да, чтобы палатка ваша все-таки... Это большая палатка, и ее нужно растягивать. К сожалению. Ну что ж, будем растягивать, что там на самом деле ерунда. Хотя можно и так ее кинул, поставил здесь на полу кровать. Кровать будет нормально, нормально стоять. Вот посмотрите, как с помощью ветра палатка уменьшается. Это, конечно, есть... Вот, смотрите, она прям уже вот прям достает до меня. Вот посмотрите, как она под ветром. Все-таки какая проблема существует, да? Вот так я сижу. Я, правда, сижу на коленочках. И мне, в принципе, комфортно. Ну, потому что здесь нет кровати. Кровать есть в машине, но я на данный момент, правда, не очень хочу ее доставать. Но я думаю, что она войдет, и кемпинг будет очень хороший. Ну что, ребят, на этом, наверное, все. Нет, не все. Все-таки не посмотрели проклейку. Проклейку. Ну, давайте отсюда тогда выйдем. Смотрите, какой замечательный вид. Класс. Классно и обалденно. Итак, я открываю. Вот здесь есть, кстати, для фонарика у нас наверху крючок. С той стороны нету. Ну и выходим в тамбур. Тамбур достаточно большой, как вы видите здесь. И вот у нас... То ли я не вижу, то ли проклейки я не вижу. То ли... То ли сама проклейка... Фиг его знает. Я просто не знаю, как должна выглядеть проклейка. Если вы в курсе. Если вы знаете, как это определить. Но я не хотел бы залазить вот туда, вовнутрь. Прям, честно, не хотел бы. В общем и целом, ребят. Я думаю, что много, правда, лишних слов было. Но, блин, честно, слово, ребят, палатка достойная, большая. Единственное, что немножко, конечно, напрягает, то, что она такая большая. Потому что одному ее складывать будет крайне неудобно, скорее всего. Это надо брать напарника, либо вторую половинку, для того, чтобы комфортно себя чувствовать в этой палатке. Видите, как ветер нагнетает стенки, и они становятся вот такими вот гнущимися. Но еще раз покажу вам. Везде есть у нас вот такие вот специальные оттяжки, с помощью которых натягивается сама палатка и будет держать, чувствовать себя хорошо. Однако, что хочется еще сказать, ребят. Ветер довольно сильный, как вы видите, да? И палатка держится. На мой взгляд, очень важно показать этот обзор, как палатка воздействуется с помощью ветра. Влияет ветер, как сильно на нее. Это, конечно, не ураганный ветер. И палатка у нас абсолютно не натянута, просто раскрыта. Смотрите, ровные швы, просто прекрасные швы. Нет, ребят, по качеству пошива эта палатка лучше, чем та. Да, она определенно лучше пошита, но наверняка уже какие-то свои огрехи, проблемы я увижу непосредственно, когда буду пользоваться этой палаткой. Я собираюсь поехать из Севастополя в сторону Новороссийска, Анапы, Геленджика, доехать до Сочи. Ну и, собственно говоря, это все расстояние преодолевать не за один день и пользоваться этой палаткой с моей кроватью. На этом все. Спасибо, что были, друзья. Спасибо, что посмотрели. Поддержите меня лайком. Ну и до встречи. Всем пока-пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok